Сегодня мы продолжим говорить про инвестиции в недвижимость Абу-Даби. Это уже будет вторым видео на моем канале, посвященный этой теме. Первое видео вы можете найти, перейдя на вкладку видео на моем канале. Он называется «Инвестиции в недвижимость Абу-Даби». В этом видео будет больше цифр, и мы в нем сконцентрируемся на виллах. Первое, с чего мы начнем, это с отчета от компании Бают, которая вышла в начале 2023 года, и показывает изменения квадратного метра, стоимости за квадратный метр в Абу-Даби с разбивкой по району. Бают – это компания, которая обеспечивает сервис публикации объявлений о сдаче в аренду и о продаже недвижимости. И у них есть аналитический отдел, который периодически выпускает аналитические отчеты. На основании данных, которые собирает сама компания. Итак, мы видим, что по квартирам рост больше всего был на Саадият Айленд, на 13,19%. Саадият Айленд находится вот здесь. Вообще, центр Абу-Даби находится на вот этих островах. И также есть два новых района, которые развиваются в Абу-Даби – это Саадият и Яс. Аль-Раха-Бич вырос на 5,88%. Это мы сейчас про квартиры говорим. Аль-Раха-Бич находится вот здесь. Это район между аэропортом и, собственно, самым Абдами. Яс-Айленд квартиры выросли на 4,18%. Вот здесь Яс-Айленд. И Аль-Рим Айленд вырос на 2% всего лишь. Аль-Рим находится вот здесь. Ну, сегодняшнее видео больше будет посвящено вилам. И мы посмотрим, давайте, как менялась цена на вилы. На острове Саадият вилы выросли на 12,67%. Вот вилы, которые вот здесь на Саадияте. И на Яс-Айленд вилы выросли на 6,6%. На Яс-Айленд. В Аль-Раха-Бич было падение 0,5%. То есть, можно сказать, цена не менялась. Итак, что мы видим на цифрах в этом отчете? Быстрее всего растет два района Саадият и Яс. При этом Саадият у остров, он гораздо быстрее показывает рост. То есть, почти в три раза быстрее растет цена квадратного метра на квартиры на Саадият Айленд. И почти в два раза быстрее растет цена на квадратный метр за вилы на Саадияте. То есть, в принципе, если мы рассматриваем инвестиции в Гудабе, имеет смысл рассмотреть вот эти две растущие локации. Саадият и Яс. И возьмем для сравнения цены на новый запуск от компании Альдар, от государственного застройщика. Мы возьмем, давайте, цены за квадратный метр в их новом проекте Саадият Лагунс. Будут доступны 4, 5 и 6 бедромные вилы со следующей недели. Будет запуск. И смотрите, какая цена будет за квадратный метр. То есть, если посчитать предварительные цифры, которые дал застройщик, цена будет от 3,800 до 4,000 долларов за квадрат. При этом вилы, как вы понимаете, находятся на острове Саадият, исходя из названия. А средняя цена на Саадияте за вилы готовые была 4,746 долларов за квадрат. Застройщик предлагает от 3,8 до 4,000 долларов за квадрат. То есть, предложение очень выгодное в этом плане. И, в принципе, для тех инвесторов, которые мыслят только цифрами, это будет достаточно, чтобы принять решение, стоит инвестировать или нет. Ну, конечно же, сейчас поподробнее расскажу про сам проект Саадият Лагунс. Но самое главное, в общем-то, уже сказано. В принципе, этой короткой выжимки достаточно, чтобы принять решение. Но давайте подробнее посмотрим на сам проект. Как я уже сказал, сейчас две локации активно развиваются и растут в цене. Яс и Саадият. По слухам, на Ясе уже утвержден проект строительства казино. Это также подстегнет стоимость квадратного метра. Но будем отталкиваться от сегодняшних реалий. Сегодня быстрее всего растет Саадият в Абудаме. Какие структурные качества способствуют более быстрому росту, причем в среднем по городу Абудаби? Во-первых, здесь находится прекрасный пляж. Один из лучших пляжей. Не только в Абудаби, но и, можно сказать, и на уровне всех Эмиратов. Вот этот пляж. Сюда приезжают купаться со всех Эмиратов, с Дубая в том числе. То есть, вот как он выглядит. Идеально бирюзовая чистая вода. Вот. И то есть, первый фактор – это супер классный чистый пляж. С очень чистой бирюзовой водой. Второй фактор – это более близкое расположение Саадията к центральной части города. Пообщавшись с жителями Абудаби, все они при выборе между Саадиятом и Ясом, они все выбирают Саадият. Расстояние вот от этого острова до Яса примерно 40-50 минут езды на машине. Что очень неудобно. Это как соседний город, можно сказать, съездить. Поэтому Саадият – это не просто как бы выход к отличному пляжу, но еще и близость к центру. Это особенно важно для тех, кто покупает недвижимость для себя. Для них близость к центру, к работе – это очень-очень важно. Яс по-прежнему остается популярной туристической локацией. И он намного ближе к Дубае, то есть и к аэропорту. Но именно из-за того, что он подальше находится от центра города, пока он не пользуется такой популярностью. Второй фактор – это близость к центру. Давайте посмотрим вообще наполнение самого острова. Здесь, как вы знаете из прошлого видео, стоит три музея. То есть это филиал Лувра, филиал музея Гогенхайма современного искусства и музей Эмиратов. На Лувр и на Гогенхайм было совокупно потрачено на каждый по полтора миллиарда долларов. В эту цену включалась лицензия на открытие филиала музея строительства и строительство инфраструктуры, наполнение экземплярами музея и так далее. То есть совокупно каждый из музеев стоил по полтора миллиарда долларов. Это глобальный инфраструктурный проект, который притягивает деньги в локацию. То есть для примера, второй по популярности – остров Яс. На нем также присутствуют мощные такие якорные инфраструктурные проекты. Это Ferrari World, это Warner Brothers, это ежегодные чемпионаты по Формуле 1 здесь проходят. Это гигантский парк развлечений, американские горки и аквариум. Не дельфинарий, а океанариум, да, океанариум. То есть, как мы видим, в двух самых популярных локациях Абу-Даби присутствуют некие такие объекты, которые привлекают именно в этот район города. То есть, если мы возьмем любой другой район, например, там тот же Али-Рим, это хороший район, там есть парк, например, но там нет таких крупных объектов. Соответственно, он не пользуется такой популярностью. По квартирам он занимает четвертое место по росту цены. И она практически не растет. Поэтому это важно при выборе локаций для инвестиций учитывать крупные инфраструктурные проекты. Так, отличный пляж, расположение рядового центра города, три музея, при этом два из них стоили по полтора миллиарда долларов. Что еще? Также на острове Сатият находятся несколько школ, в том числе и русскоязычная школа имени Примакова. Здесь находится университет. В общем, здесь находится несколько университетов, американский один из них. Более подробно я рассказываю в предыдущем видео про них. Если кому-то это необходимо, можете написать мне личное сообщение, я дам точную ссылку на университеты и по каким специальностям там обучаются дети. И также гольф-поля. То есть, в принципе, на такой небольшой площадь здесь очень много всего интересного и город привлекательный как для жизни, так и для отдыха. Конкретно проект Лагунс, о котором я говорил, что там цена ниже квадратного метра сейчас, чем в среднем по Садияту, да, это важная как бы оговорка, что, в принципе, в СНГ, когда мы смотрим на строящийся объект, иногда доходит до того, что он даже на 50% может быть дешевле, чем готовое здание в этой же локации. Но в Дубае, в Абу-Даби это не так. Так быстро растет рынок, что очень-очень часто мы видим, что там цена за готовое жилье, там, например, 5000 долларов за квадрат, и рядом идет стройка нового объекта, и там от застройщика на старте тоже примерно 5000 долларов за квадрат. Это связано с тем, что здесь другое понимание ценообразования, то есть, во-первых, здесь беспроцентная расстройщика на 3-5 лет, и несколько раз пообщавшись с застройщиками, я с представителями застройщиков, особенно там с Head of Sales, они объясняют, ну, как бы, для нас это абсурд, да, то есть, готовое здание, строящееся, и все по одной цене. У нас должен быть зазор, чтобы строящееся здание, когда оно достроится, мы зарабатываем за счет просто того, что рискуем деньгами, пока оно строится, да, в СНГ, там, в Украине, в России, в Беларуси, неважно, в Казахстане. Здесь другой процесс, так как здание будет 100% достроено, и так как застройщику дает беспроцентную расстройщику, они считают, что уже этих преимуществ в совокупности достаточно, чтобы вы выбрали строящееся здание. То есть, такой большой спрос на строящееся недвижимость, вообще на недвижимость, что всегда найдется часть, там, примерно половина, у которых нет сразу всей суммы клиентов, они хотят расстройщику беспроцентную, вот, и готовы ждать там 2-3 года. При этом, как вот еще объясняют застройщики, что, понимаешь, среднегодовая инфляция доллара, она примерно 5-7%, ну, тут Дерхам очень плотно привязан к доллару, с 97-го года курс не менялся, он, как бы, поддерживается стабильный 3.65%. Вот, и получается, пока здание там строится 3 года, то есть, даже если по минимуму брать 5% инфляцию, то есть, вот 15%, ну, получается, что человек экономит 15%, просто потому, что он выплачивает постепенно всю сумму, вот, ну, там сложный процент, но, тем не менее. То есть, и они считают, что этих вот двух преимуществ их достаточно, на самом-то деле, поэтому не так легко найти, чтобы у застройщика в локации было дешевле, чем на готовую. Обычно это примерно одинаковая цена. Здесь же разница существенная, вот, то есть, тут зазор, давайте посчитаем. Так... То есть, в принципе, здесь 20% зазор в цене уже, как бы, должно радовать. Это вся ситуация, когда строящаяся и готовая недвижимость продается по одной цене, приводит к тому, что сейчас выгоднее во многих проектах, во многих локациях покупать ресейл. Это, как бы, не только я это заметил, вообще все брокеры, которые работают тут больше, там, 3-5 лет, не знают историю центового или иного района. Ну, то есть, если вы посмотрите, даже просто в среднем. Но у новичков, то есть, за что они агитируют, и те, кто работает здесь давно и плотно, то вторая категория, они чаще предлагают взять ресейл, потому что они понимают, что эта локация, там, цена на сегодняшний день, она прям сильно, как бы, опережает среднегодовой рост. Поэтому выгоднее взять какой-то предыдущий проект, который запускался, там, год-два назад. Очень часто еще можно при правильном подходе найти оригинал прайс на эти проекты. И все. И, то есть, это будет выгоднее, чем брать от застройщика. Ну, здесь, как бы, я подчеркиваю, что это исключение справа. Здесь дешевле, чем готово на 20%, например. Вот. Ну, с ценами окей. Давайте перейдем, посмотрим вообще на сам проект. Начнем мы с брошюры. Да, давайте посмотрим, где он находится на карте. То есть, вообще, Садияд по преимуществу уже почти весь застроен. Вагунс это будет одним из последних проектов, что также отлично. Почему отлично? Потому что новых запусков уже не будет на Садияд. Они могут быть где-то рядом. Но сам Садияд будет весь застроен в 26-м году. И после этого цена будет только расти. Когда мы берем какую-то локацию, где просто просторы ничем не ограничены, то там могут продолжаться запуски от застройщиков и перепродать будет не так легко, как в локациях, где новых запусков уже нет. Окей. То есть, вот локация. До пляжа здесь, вот этого известного Садияд Бич, Клама, здесь всего 2 километра. То есть, это, несмотря на то, что он находится не на пляже, сам комплекс, но для виду это все равно хорошее расположение. Пляж будет очень близко. Окей. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, Альдар, мы знаем, как государственного застройщика Абу-Даби. Это что-то типа Аймара. Здесь приводятся цифры, на сколько он построил, на сколько он продал недвижимости в прошлом году. Ну, можно сказать, что это самый главный и чуть ли не единственный застройщик. Да, есть там Неймьярд, еще там ряд других застройщиков, но это крупнейший, как бы, стейкхолдер недвижимости в Абу-Даби. Значит, особенностью этого проекта является его близость к заповеднику мангровых деревьев. Кто давно живет в Абу-Даби, для них это, как бы, все понятно, для тех, кто живет в Дубае, объясню, что это что-то типа заповедника Рассельхлор. Мы видим, что также здесь фламинго они рисуют. Конечно, вряд ли фламинго зайдет к вам в гости на вашу виллу, но сам факт, что заповедник находится прямо в непосредственной близости от района с вилами. Вот здесь находится мангровый заповедник. И сейчас посмотрим, как застройщик это обыграл. С моей точки зрения очень интересно. Вот такие он взял мостики, по которым вы можете прогуливаться прямо внутри заповедника. Купаться здесь нельзя, но вы сможете ходить, теоретически, фламинги, они будут здесь прямо находиться в этом заповеднике с мангровыми лесами. Территория будет выглядеть вот так. То есть она будет очень зеленая, будет очень много пешеходных, велодорожек, спортивных площадок. Очень много парков внутри комьюнити. Интересная лавочка выполнена в стиле скелета кита. Вот как раз эти тропинки, эти дорожки как бы внутри заповедника. То есть это будет интересно. Сама территория будет выглядеть как что-то среднее между Блю Уотерсом и Светиволком. Вот тоже мы видим вот эти светящиеся деревья, очень много всяких арт-объектов на территории. Так будут выглядеть детские площадки. где будет кинотеатр полуоткрытый, полузакрытый, то есть он как бы на свежем воздухе, но с козырьком, где вы сможете посмотреть. Так будет выглядеть прогулка вечером. Здесь будет очень много коммерческих помещений, кстати. тоже очень большой плюс. Это будет площадка для катания на велосипеде, дискетборде. Это будут площадки для баскетбольной игры. Также будут прогулочные дорожки и велодорожки. То есть здание будет набросано не бездумно, а вот именно что сделано будет для людей. Список полностью всех преимуществ. Ну и внешний вид виллы. Такой внутренний дизайн, как бы не будет с бассейном. Двойной свет в зале. Вот такой двор. Вернемся перед интерьером на секунду к данным от застройщика. Мы видим, что дом 4,5,6 бедрува. То есть 4, например, бедрува он примерно 460 квадратов. Я могу сказать, что это больше, чем в среднем по рынку в Дубае. Но при этом посмотрите, какие огромные участки. Участок почти в два раза больше, чем дом. То есть это очень нечасто я вижу такие большие участки. Вот. То есть это вот также преимущество, которое следует учитывать при дальнейшей перепродаже. То есть например, эти виллы будут привлекательны на рынке. В том числе и благодаря большому очень участку. То есть это редкость дубая. Ну, там интерьеры. Чтобы не затягивать видео, если вам интересен какой-то конкретный юнит, я вам пришлю давайте планировку чуть-чуть попозже. Все-таки видео хочется дать более общую информацию. цены вот вы видите, то есть миллион семьсот восемьдесят за четыре бедрома, пять бедрома и две сто девяносто одну тысячу стоит, шесть бедрома два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч долларов. Еще вот важный момент, о котором я хотел бы сказать, количество вилл вообще на острове. И почему также считаю, что это удачный очень проект. Вот смотрите, саде то есть вот мы сейчас посмотрим проект. Саде от Лагунс. Первый ассоциаций, который напрашивается Дамаг Лагунс, то есть это проект в Дубае. Давайте я открою параллельно вам буду показывать в чем разница между проектами. почему например в Абу Дабе я советую покупать а в Дамаг Лагунс под перепродажей так легко не получится. Вот смотрите, Дамаг Лагунс это огромный кластер и здесь всего планируется десять тысяч объектов. Десять тысяч только вот в этой части. При этом здесь еще есть по соседству Трамп вилла от Дамаг, тут есть Мудон, тут есть вилла от Мейраса. В общем вот эта часть очень много имеет объектов. Ну давайте возьмем только один из них Дамаг Лагунс там десять тысяч вилл. Теперь давайте посчитаем сколько вообще на всем острове у нас будет вилл. Так Джавахер от 83 всего лишь вилл. Также проект Дюнс вот он рядом с Лагунс в Дюнс 306 и в самом Лагунс в 22 году запущено всего 207 вилл и сейчас будет запущено 500 то есть на сегодняшний день всего анонсировано получается меньше тысячи вилл на всем острове потому что если мы находимся прямо через дорогу от Лагунс то есть всего сейчас финансировано тысяча вилл и при этом вот этот проект он последний как вы видите больше строить не другие проекты мамша например это квартиры Лувр Резиненс это тоже квартиры то есть мы видим что юнитов не так много что квартир что вилл здесь низкоэтажная застройка вообще там тысяча полторы тысячи вилл это реально для одного здания состоящего из двух корпусов то есть если это какой-то глобальный большой там проект тысяча квартир может быть спокойно здания сейчас идут как бы из двух башен чаще всего состоят с подиумом вот а здесь как бы на целый район из-за того что там всего 6-8 этажей на целый район идет всего лишь 300-400 квартир вот окей ну давайте посмотрим все-таки проект Лагунс вот предлагаю начать с мангрового с мангрового заповедника в общем все это визуализация которая мне очень лично нравится потому что можно примерно посмотреть в 3D как оно будет выглядеть вот так будут выглядеть променад то есть это будет набережная прямо возле заповедника зеленого как по мне очень симпатично это просто другая сторона заповедника вид со стороны комьюнити то есть мы видим что он будет очень зеленый очень много будет таких арт объектов фонариков то есть в принципе по наполнению я могу сказать что в Дубае очень редко можно встретить какой-то аналог такого же проекта Альбарария Китура Тиля-ля-льгаф Дистрикт Уан но с поправками конечно с поправками он уже не такой новый да ну 4 района буквально с вилами Арабиан Ранч 5 районов на 3,5 миллиона город постоянно проживающих в городе людей и каждый из этих 5 районов даже Арабиан Ранч с которым уже 100 лет в обед и уже эти вилы там уже реновируют по 2 раза многие несмотря на это все равно пользуются огромной популярностью всегда есть клиенты на этот район и всегда постоянно есть клиенты которые на вторичном рынке ищут там для покупки для себя то есть это важный фактор что комьюнити когда это не просто коробки таунхаусов бездумно наваленные в кучу а там есть парки там есть как мы видим школы есть там университет в этой локации это все добавляет очень большого плюса к последующей цене вот ну и это так же не все есть еще важная особенность что до вот этого запуска который будет на следующей неделе в мае 2023 года для тех кто смотрит записи до этого времени получается продавались эти виллы только для местных вот и 200 юнитов уже выкуплены местными то есть здесь всего будет около 700 вилл и при этом 200 уже как бы держат местные чем это хорошо чем больше вообще чем больше в проекте покупают людей которые спланируют там жить долго и для себя тем меньше потом поступает на перепродажи и тем выше цена потому что чем меньше предложения тем выше цена согласно такому спросу и предложения поэтому то что здесь живет очень много местных это плюс для тех кто планирует потом эту виллу перепродавать такая история была в Дубай с Аббиан раньше с район там тоже живут местные и потом вот то что они выкупили как сыграло то есть потом новые арабия раньше когда строили покупали иностранцы и арабы хотели просто в этом районе тоже жить и приходили и покупали ресейл потому что там где их община там где у местных они компактно как бы проживают они все хотят с друзьями с семьями у них очень большие семьи например очень многодетные семьи арабские там по семь по девять детей я это часто вижу потому что в офисе в котором я работаю очень часто вижу локолов которые приезжают и они приезжают когда с семьями ну это минимум там семь человек там муж жена там пятеро детей это вообще спокойно такая длинная длинная такая вереница всегда идет то есть сразу видно что это локол который местный житель который тут живет вот это кстати также фактор почему местные предпочитают виллы и почему виллы всегда в цене и всегда растут потому что у них очень большие семьи там семь-девять человек не поместится никак в трехкомнатной четырехкомнатной даже квартире а вот шестибедромная вилла как бы это самое то что им надо шесть спален там идеально подходит такой тип жилья поэтому все места где живут арабы то есть будь то джумейры там арабиан ранчис или еще какие-то такие районы с загородной недвижимостью это все виллы это все виллы ну в худшем случае там хаус вот такой район то есть повторю что в сухом остатке этот остров Саадият он растет в Абудабе быстрее чем все остальные мы это видели на отчете Баюто за 2022 год при этом на самом острове быстрее чем на самом острове сейчас запускается новый проект с вилами по вилам также на этом острове самая популярная то есть на этом острове также огромная потребность в вилах мы видим как растет цена обычно это происходит когда есть устойчивый большой спрос на эту недвижимость при этом сейчас будет запуск в новом районе Саадият Лагунс и это будет последний район который будет застраиваться на этом острове я прогнозирую что после того как весь остров будет застроен исходя из всех проектов которым я вижу в Дубае обычно когда район становится законченным это все стимулирует дальнейший рост цены еще более быстрый чем когда шло развитие района это мы видим на всех законченных проектах на Blue Waters например на проекте например Port de la Mer вот он сейчас заканчивается мы видим как взлетела цена на проектах вроде например в Булгаре тот же самый то есть пока там шло еще строительство цена была одна как только там все причесали все закончили оно стало новым красивым пригодным для жизни цены очень резко выросли вот также на острове есть огромное количество таких структурных проектов как музеи самый классный пляж в Арабских Эмиратах школы университеты больницы все это будет приводить к увеличению цен на этот остров если мы посмотрим теоретически куда дальше может развиваться остров то есть Яс это отдельная история это такая во-первых там экономическая зона для IT-компании во-вторых она близка к аэропорту то есть Яс будет идти по собственной траектории вот вопрос куда будет разрастаться именно центр города после Саадията и так как Алилим уже у нас застроен то я думаю что он будет идти дальше на другие острова вот сюда и цена там будет меньше и будет менее популярна эти локации потому что они будут дальше от центра то есть вот у Саадията уникальное сочетание того что он и в центре как бы там буквально 10 минут езды и в то же время это шикарный пляж и как такая отличная туристическая зона очень такое новое еще плюс что все новое когда вы приезжаете на Саадията Мамши например все выглядит как будто только только оно сделано то есть потенциально этот район даже учитывая дальнейшее раздостание центра города он только будет приобретать цене вот поэтому тем кто планирует инвестировать виллы советую очень обратить внимание на этот проект Саадият Лагунс в целом я считаю что Абу-Даби недооценен в том плане что это столица и этот Эмират дает 80% всех денег всему Аэя но при этом город совершенно не того же уровня что и Дубай поэтому я считаю что цены будут выравниваться с дубайскими пока они остаются ниже например такую виллу там воды вообще практически нет районов Дубай то есть Дубай запрещена продажа в Джумейре в район воды а здесь например можно покупать вилл то есть мало того что цена ниже чем дубайская но еще и уникальный вид вилл как бы на берегу который можно приобрести вот в заповеднике по сути дела то есть Дубай может предоставить только виллы на пальме но там цена сильно выше 2 миллионов долларов за хорошую виллу она будет там от 4 миллионов долларов то есть примерно два раза дороже окей вот на ваших экранах также план оплат то есть готовность объекта будет в марте 26 и до этого момента можно воспользоваться планом 40 на 60 наносить согласно плану платежей 40% в течение двух лет по 20% каждый месяц при цене виллы 1,8 миллиона долларов долларов в год по 360 тысяч долларов и потом на завершение оставшуюся часть то есть проект очень интересный с моей точки зрения я не все проекты освещал на своем канале но именно виллы в дабе этот проект мне кажется очень перспективным если у вас есть интерес к этому проекту вы хотите зарегистрироваться напишите мне на номер телефона или позвоните который указан под видео чтобы повысить шансы взять вообще юнит на этом запуске потому что там всегда огромная очередь ульдара и она там значит обладает всякими интересными особенностями например прошлый запуск квартир половину выкупили сами шейхи Абудаби семья под инвестицию то есть тоже показывает когда люди которые что-то делают сами инвестируют деньги в свой проект и действительно они считают что это что-то хорошее и в это стоит инвестировать вот поэтому с радаром какая схема то есть заранее мы регистрируемся подаем они требуют анкету об отчетах QIC то есть это такая анкета откуда у вас получены деньги то есть это предварительная проверка ваших средств обычно ее все мои клиенты проходят мне кажется что больше сделано для того чтобы сразу отпугнуть недобропорядочных инвесторов вот ну все кто хотел у меня всегда эта проверка проходит потом после этого когда будет запуск вам не надо будет проходить проверку и вы сможете сразу забронировать юнит который вам понравится вот поэтому у кого есть желание на следующей неделе взять виллу надо регистрироваться уже сейчас подготовиться потому что когда в последний момент мы будем это делать скорее всего виллу нам не достанется всего лишь 500 вилл запускается это очень мало как для такого активного и конкурентного рынка как недвижимость Дубая и ОВА спасибо всем за внимание и хорошего вечера